Олег Иванович, The Economist пишет. Российская армия готовится к наступлению на город Запорожье, расположенный в 30 километрах от линии фронта. Точные сроки начала операции неизвестны. Представитель разведки заявил, что в ней могут быть задействованы до 130 тысяч российских военнослужащих. За последние два месяца войска России увеличили бомбозировки Запорожья ракетами и управляемыми бомбами, разрушив в городе полторы тысячи домов. Также оживали линия фронта, где усилились обстрелы. Насколько вероятно, не хочется пугать сейчас Запорожье и максимально слова поддержки этому замечательному городу, который страдает наравне с Харьковом, с Умами, от авиабомб. Еще раз слова поддержки в Запорожье, но давайте оценим риски. Действительно ли планируется и возможна такая операция? Каков там возможен сценарий? Ну, что я могу сказать, основываясь на так называемых разведпризнаках. Потому что оно же не просто так бывает. Разведпризнаки. Действительно, противник сосредоточил на запорожском направлении крупную группировку. По разным данным от 50 до 70 тысяч. Это первое. Эта группировка в боях особо не участвует, а только участвует в так называемой разведком. Третье. Значит, эта группировка, данная группировка командует генерал Теплинский, это командующий ВДВ. Он пользуется авторитетом вооруженных сил противника. И действительно, он толковый генерал. Почему я так всегда говорю? Потому что противника надо уважать, потому что если ты его недооцениваешь, это первый путь поражения. Сказал не я, а сказал военные мыслители, которые всегда говорят, что недооценка всегда приводит к плохим последствиям. Третье. Что они сейчас делают? Они сейчас начали выдвигаться как в запорожском направлении. Я сейчас города там не помню, но в принципе по картам можно смотреть. Они выдвигаются вот такими жабьями прыжками. Прыгают. То есть перед этим проводят разведку боем, потом прыгают. Вот если брать Великая Новоселка, там есть Великая Новоселка, сейчас идут бои, окружают ее с трех сторон. Но это Донецкая область. Это Донецкая область. А там чуть-чуть дальше гуляет поле, вот там они выдвигаются. И в принципе они создают так называемый себе плацдарм. Для чего? Для того, чтобы не было удара со стороны западного направления, вот той группировки, которая идет по линиям, по Донецкой области на Константинополь. Вот они вот вверх идут на Константинополь для того, чтобы закрыть так называемый большой Кураховский карман. Есть вот маленький карман Кураховский, а вот есть большой. Вот Константинополь, вот они пытаются идти. Для того, чтобы Бог не получить, поэтому они сейчас прикрывают. Именно по Запорожью. Будет ли наступление на, вот как вы говорили, на город и тому подобное. Я сейчас к этому отношусь, то есть я отношусь к этому скептично. Почему? Потому что сейчас задача минимум, насколько я понимаю, или может быть максимум, на проведение специальной военной операции на 2024 год, как они называют, как противник называют, это выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Если на это не выйдут, распылять силы и средства они не будут. Почему они ударили по Запорожской области? На то, чтобы мы распыляли, мы расходились, наши ресурсы расходились. И еще маленькое дополнение. Вот агруппировка, о которой сказал 50-70 человек, это у них оперативный стратегический резерв. То есть это те части, которые предназначены для проведения каких-то операций, связанных с оперативными направлениями. Поэтому интенсификация боевых действий на Донецком фронте будет продолжаться и увеличиваться. Так же самое на Луганском направлении, это связано с Купенска, Южно-Купенска, Лиманска, Северска, там тоже будет. А по Запорожскому будут проводиться разведка боем для того, чтобы мы не снимали свои резервы, то есть мы снимали свои ресурсы, перебрасывали на угрожаемые участки. Таким спортом, они расширяют наши боевые порядки. Поэтому для того, чтобы легче было атаковать именно на Донецком фронте. Спасибо большое. Идем дальше. Уважаемые зрители, еще раз напомню, подпишитесь, если не подписаны, и лайк нажмите, если не нажали. По данным Генштаба ВСУ, в Курской области Российской Федерации находятся более 11 тысяч северокорейских военных. И они уже участвовали в боях против сил обороны Украины. Недавно появилась информация о том, что еще йеменских хуситов привлекает Российская Федерация для ведения военных действий. Там, правда, про несколько сотен речь идет, не знаю, какую погоду они играют. Но вот в целом, Олег Иванович, фактор иностранных войск, иностранцев в рядах Российской армии. Насколько серьезный этот фактор, насколько он влияет, насколько сложны трудности перевода. Да и в целом, насколько помогает иностранный условный регион Российской Федерации. И правильно ли реагирует, и достаточно ли реагирует мир в оценке и помощи в ответ нам, видя то, что все больше многонациональной становится эта война. Я на проблему северокарейских военнослужащих смотрю по-своему. У меня свое видение. А что это означает? Это означает то, что... На чем она грунтуется, основана. Первое. В том, что курское направление является тактическим направлением. Оно особого значения не имеет. Я сейчас говорю в военном составляющем. Война сама по себе. Я же говорю, война это политика, большая политика, стратегия. Но есть направленность тактическая, оперативная, стратегическая. Я сейчас говорю в военном плане. Это тактическое направление. И никакого значения на результаты российско-украинской войны оно не влияет. Это первое. Второе. Мы, большому сожалению, получив политическую победу, психологическую победу на начальном этапе, в течение месяца, мы ее, и военная победа, мы ее не реализовали в политическую победу. Это что означает? По логике мы показали, а потом мы сами показали, что мы, опять же, что я сказал, три цели получили. Но потом, вместо того, чтобы ввести мобильную оборону, мобильное наступление, в чем мы сильны, мы постепенно перешли в мобильную оборону, а сейчас мы перешли в позиционную оборону. А в итоге еще и в позиционную тупик. То есть реально, все это перешли в позиционную тупик. Поэтому, как нравится кому-то, не нравится, или хочет он служить, или нет, все равно, нас оттуда выдавят. Выдавят нас оттуда. Однозначно. Почему? И, во-первых, для того, чтобы удерживать этот плацдарм, необходима та группировка, которая есть, ее недостаточно. Надо все больше и больше подбрасывать, имеется в виду резервов, а у нас проблема на Восточном и Южном фронте, о чем мы с вами сейчас говорим. Правильно? Поэтому вот противник растягивает, лично состава нет. Вот сейчас начальный генштаб говорит, вот теперь мы будем готовить не месяц мобилизованного, а полтора. Я думаю, вот это да, вот это решение, да, это серьезно. Ну ладно, это тема отдельного разговора. Поэтому и саму, а как говорил Сунь Цзи, я уже второй раз его упоминаю, такая, это называется удар в пустоту. А по-другому, боксер, два боксера. Вот самое, когда подходят уже решающие раунды, чемпионские раунды, да, 10, 11, 12. Самое основное двух соперников, это чтобы другой выдохся. И самое для боксера страшное, когда он бьет и машет, да, это удар в пустоту. На это уходят огромные силы. Если ты попадаешь все время, ты еще заряжаешься от соперника, заряжаешься, еще у тебя силы... А когда ты бьешь лоб мимо, второй раз мимо, вот просто дыхалка выходит, и в итоге... Вот я и Сунь Цзи об этом говорил, удар в пустоту. Поэтому мы расходуем там ресурсы. Я не знаю, какая политическая цель. Я часто говорю, я вот думаю, какая там политическая цель. Менять территорию. Не будут менять они территорию, они нас выдавят. Еще у них ресурсов хватит, чтобы выдавить. Вот вы говорите про Северокоррекцию. Северокоррекция само по себе... Это, знаете, войны такие. Вот был в бывшем дремучем Советском Союзе, в таком дремучем, были такие войска, Страйбат назывались. Вот Страйбат, у них оружия не было, у них были только лопаты. Они такие страшные, им даже оружие не давали, а кроме лопаты, да, потому что они такие ужасные. Это вот то же самое. Та же самая система. То, что показывают нам по телевизору, там, по голове они кирпичи бьют, там, все это ерунда полная. Потому что одно дело на парадах там бегать, а другое дело реально вести боевые действия. Тем более связанные с боевым слаживанием, именно взаимодействием между подразделениями, когда вообще бельмеса не понимаешь друг друга. Вообще это даже другая культура, другая культура. Это другое даже представление. Это другие люди, это другая цивилизация. Так вот. Вот сколько их там, 10, 20, это не имеет никакого значения. Толку от них никакого. А теперь я сейчас для зрителей говорю, очень может быть неприятно слушать для них, что они не хотели бы такую слушать. Большому сожалению, мы используем на курском направлении одни наши, одни из самых лучших мотивированных личного состава, моего техники, самых лучших. А противник кого использует? А противник использует самый худший. Теперь доказываем. Знаете, выделал теорему, а теперь доказываем. Эти подразделения, которые командует генерал Лапин. Кстати, генерал Лапин самый бестолковый генерал, который воюет на российско-украинской войне. Самый бестолковый. Это признано даже противникам. Но он какой-то блатной, его снять нельзя было. Вот он в Харькове, вот это бросали технику, когда мы проводили операцию осенью 22-го года. Вот он там все руководил. Ну вот. Его поставили на Григородский военный округ. Такой Григородский военный округ сформировали еще в том году. И вот эти подразделения сейчас воюют на северном направлении и на курском направлении, на трех командах. Белгородская, Брянская и Курская. Как всегда, набирает молодых, набрали. Офицеры, вот представьте, кто в армии служил, кто понимает. Надо откомандировать, идет директива, откомандировать пару офицеров. То есть офицеры и подразделения. Командир сидит и думает, так, он ведь не пошлет свою лучшую батальону, правильно же? И не пошлет. Он что посылает? Самых худших, да? Худшие из самых тех офицеров, которых не знают, от них избавиться. Или они блатные, избавиться от них нельзя, толку никакого. И вот туда, вот насобирали все это чмо. То есть сбор больных и нищих. Вот там оно собирали. И вот они сейчас воюют на нашем. Я к чему это говорю? Я говорю о том, что у нас лучшие воюют, а у них худшие. Значит, а потери, потери, я вам скажу, в такой виде боя, там сопоставимые. То есть мы теряем лучших, а не теряют худших. И второе. Значит, насколько я понимаю, Герасимов никаких усилий особых не предпринимает. Ну, Герасимов начальник Генштадта, вооруженности Российской Федерации. И никаких особых усилий не предпринимает для того, чтобы нас оттуда выдали. Самое, я к себе говорю, они как-то, они нас затягивают туда. Все больше и больше затягивают. Кстати, сейчас проводится четвертый этап. Вот было три этапа, вот сейчас четвертый этап. Этап их операций по выдавливанию наших вооружений. То есть три не получилось, четвертый сейчас пошел. Четвертый, потом пятый этап. Но они не спешат, еще раз говорю. Им выгодно, чтобы мы же растянули фронт, то есть растянули. И вот им выгодно, чтобы они там были. И последнее. Последнее, как уже стратегический вывод. Во время ведения боевых действий, во время войны. Какая основная цель? Это не граница 91-го года, 22-го года, политическая, то есть занять какую-то территорию. Нет, это не цель войны. Цель войны, это войны, именно стратегии в рамках войны. Это провести генеральное сражение и разгромить войска противника. После этого войска противника экономику. После этого капитуляция или соглашение и тому подобное. Вот цель войны. Так вот, мы посчитали, что курское направление это стратегическое направление, а противник считает, что это тактическое. То есть мы туда бросаем лучшие войска, а не худшие. То есть это не приводит вообще ни к чему, я говорю, это не приводит никаким. Битвы нету, сражения нету. Олег Иванович. В востоке сражения есть. Вот мы же говорили юг, сейчас я понимаю, на восток, там Кураховская, Покровская перейдем. А там сражения есть. Там сражения реальные идут. Реальные сражения идут. И противник там перехватил инициативу. Еще неизвестно, до куда дойдет, пока мы его не остановим. А останавливать, что-то я не вижу, чтобы мы его сможем остановить. Еще одна тема важную анонсировал я вначале. Служба безопасности Украины 24 ноября показала западным СМИ обломки российской баллистической ракеты, которую Путин назвал «орешник». Эксперт СБУ заявил журналистам, что остатки такой ракеты обнаружены на территории Украины впервые. В Главном управлении разведки и Минобороны сообщили, что ракета была выпущена с 4-го ракетного полигона Капустиньяр в Астраханской области России. Летело 15 минут. Прежде чем ударить по Днепру, также сообщается, что в ракете было 6 боеголовок. Каждая из них несла 6 суббоеприпасов, а ее пиковая скорость составляла 11 махов. Олег Иванович, насколько опасен вот такой новый вид ракеты? Насколько есть запас у россиян таких ракет? Для чего нужна была вот такая показательная атака? Почему по Днепру? Ну и в целом, что вы скажете, кто-то говорит, что Пшик, да, это все, выставочный экземпляр, Капустиньяр, экспериментальный полигон, да у них таких 2-3, максимум 9-10, не больше. Да и в целом это разработки старые советские. А кто-то говорит, ну, знаете, это такой опасный звоночек, мол, 15 минут достаточно такое быстрое время подлета от Капустиного Яра до Днепра. Тут вопрос не в подлете, тут вопрос в противоракетной обороны. Ну, в двух словах. Я на этой неделе буду делать на своем YouTube-канале полный обзор по этой ракете, специальный выпуск. Вот подпишитесь, посмотрите. А сейчас я даю просто такие общие данные. Первое. Это действительно баллистическая ракета средней дальности. Баллистическая ракета средней дальности – самый опасный вид ракет вообще. Почему? Потому что у них они бьют до 5,5 тысяч километров, то есть если пояси брать с России, это всю Европу перекрывали, да, или с Европы на Россию, то же самое до Европейской части, то есть до Урала. И подлетное время у них 8-10 минут. Вот когда были пешинги и пионеры, еще в бывшем Советской Союзе пионеры, а пешинги в Европе, и тогда договор был заключен о ликвидации ракеты малой и средней дальности. В чем опасность? Опасность в том, что даже если произойдет несанкционированный пуск или аппаратура сработает, а в систему предупреждения ракетного нападения, которая есть в Штатах и есть в Российской Федерации, оно постоянно это фиксирует, они засекают взлет такой ракеты по пламени и в течение двух минут передают на командный пункт, а остается 6 минут. И те, кто принимает решение, ну это президент Верховный, то есть это Верховный Владимир Иванович, начальник Генштаба или председатель объемного комитета начальника штаба, министр обороны, это в Штатах, а в России Путин, Герасимов и Белоусов, это тоже три человека. У них есть так называемый ядерный чемоначо. Так вот сама себе система предупреждения ракетного нападения им даст, у них просто времени отреагировать на это не будет. А с ядерной частью или не с ядерной? И они так же самое повернут ключи. И война ядерная. Вот в чем опасность. Теперь это я про геополитику, про стратегическое ядерное сдерживание расскажу. Значит, меня могут спросить, а почему стоят большие ракеты типа ОС или Тополь на подвижные комплексы, и они стоят, ничего страшного. Да, они направлены в баллистические ракеты межконтинентальные. Еще раз говорю, есть межконтинентальные ракеты, ракеты средней дальности и малой дальности. И оперативно-теактические, которые летят по баллистической траектории. Баллистическая траектория – это угол тангажа, рыскания крена, кориолица, ускорения. Это вот как камень кидаете, вот активный участок, пассивный. Так вот, в чем самая опасность? О том, что это подвижный комплекс, это подвижный. И второе, то, что вы сказали, сама система тут не имеет значения, на базе чего он сделал. Еще раз говорю, не имеет значения. Само по себе носитель, носитель. Первая ступень, вторая ступень, третья ступень. Носители отработаны как в Штатах, как и в бывшем Советском Союзе, как и в России, так и в Украине. Когда Южмаш воеводу выпускал, ракету 15-18, воевода. Она, сам по себе носитель хороший. То есть, его никто не меняет. Но, если одну ступень уберешь, это было межконтинентально, а потом стала средняя дальность. Тут какая головная часть? Голова. Так вот, вот тут начинается самое опасное. А голова, 6 головных частей. То есть, раньше вот на воеводе 10 было. Потом по СНВ, там 2, 3, 2, отменили. Было по 4 головных части. Тут 6. То есть, само по себе головная часть, это глайдер. Это гиперзвуковое, это не... То есть, сама ракета выходит в космос. Еще раз говорю. Она не летит, она в космос выходит. И сама система управления ее разделяет. Космос. И глайдер, он идет, он маневрирует. И само по себе маневрирует. И когда он подходит, по всей видимости, когда вот провела ракета, система управления провела разделение, она очень быстро провела, просто я в диплом писал по таким ракетам, система управления летательных объектов. Я в диплом, поэтому писал по 23-й кафе. Я знаю, я... Ну, там ракета была, там головные части чуть-чуть другие были, они просто падали. Да? Ну, там разводились, и они потом в свободном падении. А здесь она еще усиливает. В итоге, что получается? Летит. 10 махов. Ну, это 10 скорость света, да? Скорость света... То есть, что я договорюсь? Скорость звука. То есть, света я уже про астрономию читал. Так, скорость звука. Где-то 1234 км в час. То есть, получается, свыше 10 тысяч километров в час. И она вся в огне. Это в плазме. То есть, это летит метеорит. Самое вообще для меня непонятно. Я не могу физически объяснить, как туда сигнал приходит и как оттуда уходит. Сама плазма не дает сигналу туда заходить и выходить. Она маневрирует еще. Вот это я не очень могу, еще не разобрался. Так вот еще, а что получилось? Они эти болванки пустили, и перед землей они еще на 6 разделились. То есть, 36 болванок. Без взрывчатых веществ. А теперь считайте, какой скоростью упала. Значит, кинетическая энергия. F равно. Масса. Масса где-то там по 400 кг. То есть, выводит она 1500 на 6. Вот посчитайте, по 40 кг получается. Примерно там по 40 кг. Масса. Это я про одну говорю. Одну болванку. Умножаем на V квадрат. Скорость V квадрат. И делим на 2. И примерно, я пересчитал там джоули, кило джоули, там я говорю, кило джоули. И примерно посчитал. Одна такая болванка имеет мощность, как вы думаете? 200, как ФАП, 250. Одна была, и 36 штук. Вот это, а если, вот представляете, вот это 40, вот это, ну, то есть, без взрывчатых веществ. А если было еще взрывчатое вещество? То есть, по логике, это новое, новое, используемое вооружение на новых физических принципах. Я его назвал, вообще-то, можно назвать кинетическое оружие, если без взрывчатых. А я его назвал метеоритное оружие. Это метеорит такой упал. Само по себе. А самое главное еще и точность. Это, как оно попало в футбольное поле. Ну, чуть-чуть, конечно, больше там. И точность попала. А сбить его? Возможно сбить. Теперь мы спрашиваем. А как возможно сбить? Возможно. Но для этого необходимо, чтобы зенитно-управляемая ракета шла тоже с такой же скоростью 10 махов. 10 махов. Какая есть система? Есть у штатов система, но предусмотрена на авианосках, на эсминцах. ААУС называется. Она где-то 8 махов летит. А теперь для тех, кто понимает, как это все сложно сделать. Одна тысячная процента, если компьютер работает, супер, ну, если квантовый компьютер, на СУГИ, компьютер. ОСИОН, система работает, и он ошибется. Одна тысячная градуса, 40 метров промаха. Одна тысячная градуса, 40 метров промаха. Вот представьте, а тем более те ракеты, они летят, не шрапнули, взрываются, а они попадают в саму посетку. И когда вы сказали, что там обломки нашли, я думаю, если болванки прилетели, а какие там обломки, там метеорит, его и найти невозможно. Поэтому, может быть, это обломки не от того. Не, я к чему говорю, я в школу физико-математическую заканчиваю, я что-то понимаю. Это вопросы к СБУ, это служба презентовала. Нет, конечно, может быть, а тем более оно же должно быть, это метеорит, оно же будет оплавленная плазма. Поэтому те, кто изучал, он понимает, что реально серьезное это оружие, серьезное. Но я еще раз говорю, оно серьезно, в плане, оно может привести, если действительно это все отработано. Один пуск, один пуск еще не угроза сама по себе, потому что, может быть, не получится. Вообще-то 15 пусков, 15-20 пусков, когда ракета отрабатывается, тогда она, а тут первый пуск и первый попал, потом неизвестно, если дальше будет. То есть, если второй, третий, четвертый, пятый, оно будет попадать, то это уже действительно отработано. А так, чтобы говорить, я бы утверждать о том, что она отработана и ставится на дежурство, я бы не стал. Хотя Путин, когда собирал разработчиков главкома РВСН, он уже дал команду о том, что оно ставится на боевое дежурство и будет в подчинении РВСН. Это что говорит? Это говорит о том, что данное оружие превращается в стратегическое оружие. То есть, это оружие стратегического назначения, но средней дальности для Европейского театра военных это оружие превращается в стратегическое оружие. Это оружие превращается в стратегическое оружие.